Субтитры создавал DimaTorzok Сваки негов фильм знао је да узбурка јавност. Нјегови фильмови су говорили језиком, разумљивим свима, мада јих нису сви једнако волели. Копао је дубоко до корена зла и бола и, увек са јасном поруком, љуту траву на љуту рану. Најалост, неке ране ни након седам децења нису зацелили. Екипа емисије спона јавља се из прага, из златног прага, где говоримо са режисером Лорданом Зафрановићем о његовом фильму «Златни рез 42. Деца Козере». Отварајећи финску кутију једног минуног времена, ми заправо отварамо книгу «Безкрайне мудрости». Господине Зафрановићу, у последјјх месети сте врло присутни у јавності због фильма о јасеновцу који припремате. Кој момент је био окидач да се почнете бавити том врло одговорном и тешком темом? Тај фильм је био планиран давни година, негде 1986.07. Кога смо Арсен Диклић и ја, кога смо планирали да га направимо. Меѓу тима, почели смо били финансиранње и није, није онда је ишло. И онда је дошло рат, наравно, и то се распало. И тогда сам пријед јену три године, овај, видио тог неког дјећанка на плажама, неког отока, италијанског мртвог избеглицу, кој га је море бачило на плажу. Па сам мислио да би требало да нешто напрајим. Па сам да извукао тај сценарију, јер те, то је ишто фильм о избеглицама, из Другосевског рата, и једна страшно драматићна тема су у питанју дјеца. И прочитао сам то преконоћи и мислио да би требало да се то на нећи начин акторизира и да се од тога напраји фильм. Надам да сам ја свих ових година, вој можда имао, од када сам напрајио фильм окупација, вој имао 40-нешто година, некако би јо на неки начин ујек узбуђен, када би помислио колико је зла око нас, колико појдине с историске ситуације доносе одрејње идеологије, доносе несрећа и доносе нешто што је ме ујек фасцинирало, а то је методе на који иначе се убијају људи, и то масовно. И то је ујек била примарна тема. И зато се прави овај фильм, зато се прави овај фильм, јер је, мислим, бријеме за њега, овај играниј фильм, он јесте на, како би рекао, комплетно на документарној подлози, из више извора. Он настрида на една савремени, една савремени эстетици, да плива између земље, која је пуна тилешева и неба, да плива у том простору, па за час је долезе, час је горе. Мислим, он је имак една, една врста експресије моје, моје свијета и моје эстетике. Далеке 1983-е, снимили сте документарни фильм «Крви, Пепео и Асеновца», који се није допао ни Србима, ни Хрватима. Мислите ли да ће овај нови играни фильм успети да учини да мржња поћне, макар да бледи? Ни сам сигуран, ня сем. Био било разочаран, беш поводом фильма «Тестамент» односно заразак. Био се разочаран, јер сам сматил, да једна група, која је со мно суређевала, то со били заисте дозетни крвиђевници, Данил Локиш, Мирко Коваћ, Филип Давид, Ранко Монитич, Гастетич Шарфинский и все другие люди, которые помогают нам в создании фильмов, несколько исследовательских новинеров, которые нам доносили документацию. Мы думали, что мы делаем фильмы, которые произведут некий крик против, которые будут ударны, поэтому эта сцена в оккупации так жестокая, что Шака в окол очень больно, и это из-за того, что он потратил. Но, во-первых, рак не было снова, что-то, как говорится, с сценарием, и я понял, что мы ничего не делали. И хотелось бы запустить фильм. Так что, от этого момента, от этого документа до сегодня, сегодня, без обзира на прием, на похвале и на покуде и на забране, я думаю, что это тема, что у меня нет предмца и никакой дилемы, что есть что-то значительное как тема, от темы Ясеновца. Что касается меня, о своем знании, о своем искусстве, о своем искусстве, и ту светинку, которая называется фильм, я буду дать в фильмы, который мы сейчас приготовим. И я думаю, что он мог бы выйти из-за границы этого подручка Балкана. Я думаю, что он мог бы выйти в фильмы, на тот же уровень, который мне кажется, что мир мог бы понять, что каждый национализм, когда он страшно и агрессивный, может доносить любое дилество этой трагедии и несчастья, особенно к вопросу детей. Очень интересно, как вы, как родитель Хрват, вы начали из-за границы из-за границы из-за границы. Может быть, для этого нужна большая храбость, лудость или что-то третье? Да. Да. Когда я снялся с этим, когда я снялся с этим, я снялся с первым путем. Это было страшно, шок. Мы не знали ничего о том. И тогда, в моменте, я снялся, что этот фильм должен был поставить в функцию, это знание, который я уже имел, это авторитет, который я уже имел, чтобы я могла удержать это открыт в последнем этаже этого периода и своей страны, чтобы я не вспоминал народ, потому что это было не так, потому что это было было так. И тогда, что я еще и сказал, в Теставенте, чтобы я могла говорить о злочинах других, надо было, чтобы говорить о злочинах которые были представители того народа которые ты присоединяешь. Это основная вещь. И, конечно, я поставил этот фильм в функцию и сейчас это документ. Я не знал, что этот документ будет вызвать столько по-другому, по-другому, и по-другому, по-другому. Конечно, это что-то может быть пропаганда против Хорватии. Конечно, что-то как как человек который думает и и как он будет смотреть, на какой способ он будет анализировать, чтобы я снова вступил в одно тумбулентное время, в котором можно послужить некому из-за пропаганды. Но мне кажется, что я нашел эту дорогу, в которой можно ходить вместе, без того, как это был большой, на конце концов он живет и имеет определенную надежду. Я думаю, что это может быть суживот. Суживот должен быть. Это соседи, это народы, которые говорят один язык, это страшные исторические связи, это бракеты, дети, это разные вещи. Я думаю, что этот фильм, в своем финале, как я его вижу, имеет сцену, в которой она на какой-то способ награждается и один суживот. Я думаю, что это не может быть. Я думаю, что это не может быть. Я думаю, что это будет будущий. Это будет будущий, когда он будет в Европе, и, когда он скинулся эти границы, то есть язык, это будет связаться. И, я думаю, что здесь нет никакой шансы что-то, если он не приходит снова до каких-то идоложных и националистических сухов, что всегда возможно. Но, мне кажется, это будет не такой, что это было бы до этого, особенно, не нужно. Сценарий Деца Козера давно написал Арсен Диклиц, но вы ему, сандартацией, дали новую димензию. Что значит название Златни Рез 42? У между времен, наоборот, у нас есть различные исторические изделили некоторые книги, и они служили мне, конечно, что внутри Диклитьевого сценария мне было нечто, что бы могло повлиять эту основную историю, особенно в основном, потому что в Диклитьевом истории не было так. И, с другой стороны, некоторые сценарии мне отвечают за эстетику. Эстетика, модерна эстетика, сегодня у нас есть маленький экран компьютера и телефон, которые наши слушатели, которые имеют 15 до 18 лет, которые были в Кино, они сейчас практически смотрят на такой маленьком экране. Я пытаюсь создать сценарий на сцену, который был ударен, который хочет дать эти молодежи, 15-20 лет, чтобы их подключить телефон и быстро вернуть. Поэтому я преодолел этот сценарий и подключил новые сценарии, новые финалы, и, конечно, новое название, это эстетика изнутри. Я делаю, кроме того, что это сценарий, я делаю что это называется финская форма, где эти финские элементы очень гармоничные, нет случайных кадров. Они все все играют по какой-то гармонии одного из этих идеальных геометрических тела. Так что, как в музыке, я делаю определенные инструменты, яланты, очень прецизные и очень гармоничные. так что, и глядовцы, кроме того, что гляда эту историю, има ощущение что путает по какой-то музыкальной сцене. И, 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 руг и квадрат, это на�ه tag ně основной геометрических областей. Просто разудят 42 chain события. В 22га Da 42 года Starting seventh permit это та стоит а джеца, козары, и 42 генерации от Абархама до Иисуса Христа, то что это делал, который связан за то горе, за то небо. Эта 42 года была связана за землю, за те, которые у нас страдали. Так что этот фильм, как бы сказал, плевает в том облике, в том, что это было 42, через этот мир. Этот фильм не имеет крови. Этот фильм будет создан в определенном, как бы сказал, в виде облика, в котором будет связан за солнце, и то залазащи солнце, в котором будет в контуре. И здесь нет крови. Так что, я не имею никакого проблемы. Я говорил о окопации в 26-ти, что с того, не нужно, чтобы это повторить. И это будет много сильнее, но не будет видеть. Открытие ми тайну. И, конечно, я думаю, что это только что-то делать, и что-то еще раз. И я концентрировал только на это. Сейчас еще не было время. Но, конечно, мы прошли эту первую фазу. И я знаю, что, когда мы живем вместе с мной, Бобан Дедеевич, один из лучших аксистенатов, для детей. И я уже смотрелся до 500-600 козератских детей в Банилуце. и забрал все эти вещи. У нас есть несколько кандидатов за эту главную женскую задачу, эту девочечку, которая имеет очень тяжелую задачу, потому что она имеет на начале 15 лет, а на конце 20 лет. Так что, нужно иметь эту трансформацию. И, что касается этих молодых глумаций, мы поговорили с некоторыми глуманцами. Мы поговорили с Анницом Добром, который требовалось играть, и Анну Дюсаневич. Мы поговорили с Биговичем, который показал интерес в том, что играет одна из главных задач. Мы поговорили с Джеком Димичем, который, приятелем нашего проекта, а это глуманц, который работает в Америке. Так что, мы поговорили с Джеком Карановичем, чтобы играть одну из этих задач, из этих старых женщин. И, конечно, мы продолжаем, потому что мы продолжаем, потому что мы продолжаем для этого времени. Мы продолжаем для того, что главная девочечка, которые имели очень тяжелую задачу, в том, что мы решимом, что мы решимом, и 5-6 на списке, и то будет это. Я думаю, что мы решимом, что это будет, что мы решимом, что мы решимом, что мы решимом, на подручье бывшего Углаза. Возможно, что мы решимом, что вы решили, 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 что это один из самых важных делов, когда начинают работать на фильме. К сожалению, Европа сегодня имеет только национальную кинематографию, и если вы не имеете национальную кинематографию, то вы не имеете шансы. Вы должны иметь национальную визу, чтобы получить национальную среду, чтобы вы можете конкурировать на некоторых фондов в Европе. У нас нет никакой шансы. Никакой шансы. Национальная политика. Национальная страна на власти. Она на власти определяет комиссию и определяет кто будет работать и кто не будет работать. Я, например, в Хрватии не имею никакой шансы. Вы не искали из 5 фильмов, ни один, ни краткий фильм. А вы действительно ожидали вы ожидали что вы получите новую новую шансу? Я ожидал, потому что я считал, что это фильм важный для Хрватии. Он очень важнее для Сербии. Я ожидал, и написал Пленковичу письмо, в том, в котором я сказал, что это последний блок, который бы требовал в Хрватии чтобы выставить из себя с собой. И это только защищает Хрватии. Это Хрватии сегодня. Вы получили ответы от Пленковича? Нет, я не получал ответы. Я искал телефон, и мне секретарь сказала, что не знаю, а другая сказала, что знает за это письмо. И мне сказала, что премьер не принимал страники. Я сказала, что я не буду страники, но я имею свое имя и призывание, и что ставлю на стол, что это важно за Хрватии, и так далее, и обещала, что ставить на стол. Если она на стол, или нет, не знаю, о примере, но мы были на течении, и отбили нас с менее на течении за фильм, в центре за фильм, и отбили нас с позитивным рецензием. Это самые новые отбивания. Некоторые отбивали меня с негативным, а сейчас с позитивным рецензием. Финансирование сейчас идет прежде всего менее больше друзей, которые действительно искренне друзей, и которые будут продолжать помочь мне это реализировать. Это большая поддержка в Баню Луци, и основные средства были из Баню Луки. Основные средства мы можем закончить сценарий, чтобы сделать сценографию, стюмографию, стюмографию, все что-то необходимое за финансовый финансовый план фильма, чтобы увидеть сколько денег стоит в кадре, и что этот фильм продолжает. и продолжает и и продолжает и продолжает реализацию. сербский патриарх Порфир поиск 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 за этот фильм снимать. У меня несколько моих и я надеюсь, что мы сделаем это до конца. Ваше имя позвало народ через социальные мрежи, чтобы финансово помогать в реализации фильма. Это немного чудесно за наши поднеблежи, не? Это произошло у нас за 4-5-6 годы. И вот некоторые мои друзья финансировали 200-300 тысяч евро на таком начале. Мы говорили, что мы идем и пытаемся увидеть, что это какая-то иллюзия или какая-то возможность создать средство, которое би возможности, чтобы фильм сделать легко. А ли вы думаете, что страна Србии отводит средства за ваш фильм с обзиром в том, что он занимается темой национальной значения? Сейчас мы имели несколько разговоров, много понимания за эту тему. Мы увидим. Я надеюсь, что кто-то из них будет реагировать. Я надеюсь, что нам, на крайней линии, кто-то из этих людей подтвердит то, что он сказал, подтвердит это на конкретный способ. На конкретный способ. Но, естественно, чтобы ожидать сегодня чтобы сделать самостоятельный фильм. То есть, фильм, который не будет преимуществовать ни одной из каких-либо идологий, особенно идологий, умеетности. И это был проблем, когда я в этом вопросе. Я очень часто слышу, что они бы тебе дали ночи, но кто-то может контролировать тебя? Контроля... Контроля... Той, кто тебе дает деньги, он желает, что ты направишь на то, что он думает, что это должно быть. И чтобы использовать что-то, что ему нужно. Но я не знаю это. Он не только я, но и фильм не то, что я делаю. Он самостоятельный, он имеет свою эстетику, он имеет свою функцию, он имеет свою ударку, он имеет свое место и он будет, конечно, будет фильм, который не будет только для гражданцев, которые сегодня живут вместе со мной, но и для одну генерацию, которая только будет. Потому что мы оставим тестамент, оставим что-то, что мы, от чего мы сделали, чтобы увидеть, на какой способ мы думали, на какой способ мы думали, на какой способ мы были наши страхи. Что это за человек, который живет в том времени, с 20. до 21. столетия? Мы были осуждены раньше, как мы родили? Хотел ли это оставить все, пока оно угрожает последний жизни на нашей планете? У этой силы, и без надежды, остается только крик и за помощь, и сказано на всех стороне империи наше время в фильмском камеру. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует... Субтитры подогнал «Симон»